Всем доброго дня! Я снова в роли критика. Сегодня на очереди Юрий Дудь. Пришелец с телевизора, бестактный интервьюер, бунтарь из мира журналистики. Кто это? Ютуб становится более качественным. И наиболее грамотные ребята с телевизора смекают, что нужно перебираться туда. Одним из первых был Бочарик. Затем стали подтягиваться и более серьезные товарищи. Никого теперь не удивишь Ютуб детищем Парфенова, Парфенон, каналом Меншикова и прочими каналами и без того известных людей. Даже его усатое самомнительное величество Михалков и тот давно уже блогер. А мне нравилось иное время, когда Ютуб был пристанищем самопальных журналистов, где под понятием качественный контент имелось нечто иное, чем телевизионный формат. Одним из таких героев и будет рассматриваемый мной персонаж. Юрий Дудь, спортивный комментатор, канал которого за короткое время набрал популярность. Особая манера ведения интервью, бурные резонансы после выхода видео. Кто и что в моем понимании проект Дудь. Плюсы и минусы. Здесь стоит немножечко оговориться. Разумеется, я буду оценивать все со своей колокольни. И поскольку спорт мне не особенно интересен, то объективность, какую-либо относительно его профессиональных качеств, не рассчитывайте. Блогер Юрий Дудь, а не спортивный комментатор. Именно с такого угла и будем рассматривать. Плюсов на самом деле не так уж и много, но я могу сказать, что некоторые выпуски для меня довольно-таки дорогие. Нужно сказать, что Юрий Дудь не такой простой человек. Он прекрасно знает свою аудиторию. И знает то, что ей нужно. И я считаю, что основная аудитория Дудьа, это люди где-то около 30. То есть плюс-минус 30. Либо чуть меньше, либо чуть больше 30. И он прекрасно знает то, что вот этим людям уже требуется некая ностальгия какому-то конкретному сегменту его зрителей. Я не перестаю восхищаться такими замечательными выпусками Дудя, как MTV 2000-х годов, как фильм, посвященный Сергею Бодрову, Супоневу. Ну, различные экспедиции довольно-таки интересные смотреть. Вообще, у меня складывается такое впечатление, что человек работает вот исключительно на себя, а не на какую-то компанию, которая требует от него встречи с какими-то хайповыми людьми. Лишь бы просто держаться на пролову, когда вот человеку просто неинтересно бывает. То есть, иногда ты видишь, что интервьюер попросту тот человек, которому, собственно, не нравится его интервью, и он даже нехотя ведет его. Здесь я вижу некоторую вовлеченность. И эта вовлеченность передается от самой программы к зрителю. Я чувствую эту отдачу, и в этом, безусловно, у Юрия есть огромное преимущество, за которым можно простить некоторые его грешки, о которых мы поговорим чуть позже. А вернее, прямо сейчас. Евгений Баженов. Не буду скрывать, что многое из того, что делает Бэткомедиан, мне нравится. Я думаю, что на данный момент он по праву занимает первое место кинокритикой российского ютуба. Разговор зашел о цензуре в кино. Я не фанат советского периода нашей страны. Было что-то хорошее, что-то плохое. Нельзя обладать карикатурным мышлением относительно того периода. Да, была цензура. Многие киноленты не выходили в прокат только лишь потому, что кому-то из верхушек это не нравилось. Некоторые сцены и вовсе вырезались. Многие режиссеры и сценаристы были недовольны. Но зато был некоторый фильтр. И шлаку места не было. Впрочем, как и для работ, которые в теории могли бы и сознание перевернуть. Дудь задает Жене вопрос. Неужели в то время было лучше, чем сегодня? И кривляясь, изображает из себя мерзких работников худсовета. Дудь является оголтелым ненавистником Савка, но при этом признается, что знает историю с Гуркин нос. Лично я считаю, что цензура в кино должна существовать. Но только если фильм спонсируется государством. Герои этих фильмов должны являть собой хороший пример. Не пить, не курить, быть добрыми. В общем, целый набор. И в этом я вижу воспитательную роль государства. Оно платит деньги, и на выходе должен получиться качественный продукт, которого в идеале запомнят на века. Как это было с нетленными советскими комедиями, например. Ширпотреб и авторское альтернативное кино не должно быть ограничено в правах, но пусть снимают кинокомпании все это на свои средства. Я считаю, что это и честно, и демократично. Есть такое понятие, как ватник. Ватник – это ура-патриот. Не особенно умный, любитель разговаривать с телевизором. Человек, который закроет глаза на многие проблемы взамен на сказку о величии Родины. Он не будет возмущаться, он будет терпеть и записывать в пятую колонну всех, кто с его мнением не согласен. Обратная сторона ватника – это либераст. Огромная просьба не путать с либералом. Либераст будет хаять страну, искать маломальскую причину, порософобствовать. Причем сделает это в таком стиле, что на фоне этих замечаний он будет д'Артаньяном посреди кучи дерьма. Не путайте либерала с либерастом. Как ватника не путайте с патриотом. Патриот может быть либералом. Как теплое может быть мягким. Первая женщина в шоу Дудя – Ксения Собчак – легко нашла общий язык с Юрией. Чесала языком про элиту, которую вытравила советская власть из народа. А вот только она, как бы потомок тех, кого эти советы еще не добили. Теория избранности самой себя. Ну, как в такое не поверить. Вот вы, зрители, чернь, а я такая вот сама из себя независимая, и я вас жизни учить буду. Дайте ей страной порулить, а вот с чего отдельно и получится. И Дудь не возражал. Что ж, два сапога – пара. Гнойный, он же Слава КПСС, он же Соня Мармеладова. Юрий не мог обойти такое значимое событие августа 2017 года, как Версус, Оксимирона и Славика. Насколько мне известно, что с Окси и Дудя сложились не очень хорошие отношения. Вернее, никакие. Мне кажется, что дело в том, что отказ принять участие в своем шоу от Мирона задел Дудя, уязвил некий спортивный интерес. Поэтому прямой противник Оксимирона, который его еще и победил, был долгожданный отдушенный. Но привычного интервью не получилось сделать. Славик в очень тонкой манере выстебал Дудя. В частности, один из его главных греков – деньги. Я не буду сновом или каким-либо моралистом, но жизнь в российских реалиях такова, что вопросы о деньгах, особенно о таких деньгах, о которых говорят почти в каждом выпуске в Дудь, довольно щепетильны. Я прекрасно понимаю, что медийные люди априори должны зарабатывать в разы больше среднестатистического россиянина. И сама постановка вопроса, сколько ты зарабатываешь, как минимум неприлично. Сам же Дудь относится к этой прослойке людей, знаменитости для которых проблемы у своих зрителей не особенно-то и понятны. Я буду голословным, если скажу, что подобные выпуски оплачиваются. Это если не считать тех денег, которые платформа Ютуба выдаёт автору. Безусловно, кандидатам в президенты нужно мелькнуть на самом популярном шоу в интернете. Вполне себе очевидным, по крайней мере умозрительным, кажется то, что кандидаты выложились на то, чтобы выступить на канале в Дудь. А почему бы, собственно, и нет? Сам Дудь не раз заявлял, что на выборы ходит, дабы потом предъявить тем, кого выбирал. Кого именно выбирал Дудь, история умалчивает. Но судя по тому, насколько трепетно Юра относится к Путину, можно догадаться о многом. На канале появились и Жириновский, и Собчак, и Грудинин, в общем, все кандидаты, что оказались в высших строчках. После Владимира Владимировича, конечно. Однако кандидатов было гораздо больше. Эти ребята, по крайней мере, если верить официальной истории, набрали какой-то свой минимум и тоже хотели бы, наверное, как-то попиарить себя, выступить, поговорить о своих программах. Но нет. Видимо, денег в казне не было. Или, может быть, какая-то другая причина. Сколько только разговоров у Дудя в своих основных выпусках о деньгах. Нетрудно догадаться, предположить, что некоторые выпуски были просто-напросто проплачены. А почему бы и нет? Все продается и все покупается. Капитализм. Но это так. Мысли вслух. Нечто умозрительное. Ни о каком чувстве так-то не дуть, не большая часть приглашенных гостей и слыхом не слыхивали. Наверное, за это и любят в Дудя. Поперечный охотно делится подробностями своей мастурбации в общественном транспорте. Инстаграм-блогерша из Орела и Решка начинает откровенничать о своей интимной жизни. Разговоры о длине членов еще долго не покинут форума. Не забывают ребята и вспомнить о честном люди, которые с упоением все это смотрят. Дудь провоцирует гостей на интересные ответы. Сам как бы являясь не при делах. А чего? Я только спросил. Это они так ответили. Что тяжелее, спрашивает Юра, заниматься тем, чем мы или работать на московском коксогазовом заводе у станка? Мне кажется, это равносильно непросто, говорит Настя. Что же это такое, как не дешевая манипуляция? А ну-ка все становитесь бизнесменами, блохерами, с миллионами просмотров. Что ж вы как чуханы на заводах ошивайтесь. Вот где бабки. Настя небось и там и там побывала. Одинаково тяжело. А если все оно так, зачем горбатиса больше? Если тяжело, одинаково. А ну-ка взяли телефон и эй да, селфи клепать в полуголом виде. Ух! Я не хотел бы быть моралистом. Я до сих пор не могу понять, почему такие каналы, как Вдуть, дневника, а часа, становятся популярными. Мне кажется, что все эти каналы из цикла бедным от богатых. В какой-то степени они мотивируют людей больше трудиться. Но далеко не каждому суждено быть успешным блогером или бизнесменом. Да и в чем тут их успех? Самовлюбленный блогер Соболев, воспитанный на дешевых книжечках Киосаки и Коуви, выдающий популярное мнение за свое, сделавший из этого бизнес. Неужели его труд ценнее труда рабочего на заводе? Или комик-скандалист плагиатор поперечный? Неужели это цвет нации? Неужели это те люди, которыми действительно стоит гордиться? Да, они развлекают людей, а что дальше? Исчезнут они из поля зрения хотя бы на месяц? Кто о них вспомнит? Вообще знаменитые люди, и это относится к большей части к блогерам, это не спортсмены даже. Во многом результат их успеха это не труд, а именно удача, как правило случайная. Плюс ко всему интерес, рождающий соответствующие предложения. спасибо за внимание. Пока.